Пошла запись. Скажи что-нибудь. Санкт-Петербург, 22 июля. Говори, говори, я проверяю звук. Санкт-Петербург, 25 июля, 2022 года. Что происходит? Я нахожусь не в пятизвездочном отеле, я нахожусь на лечении. У меня происходит ванна. У меня происходит принятие ванны с различными перемочками, пересадками, насадками. Машины, которые заряжают воду какими-то звуками, волнами, частотами. И нужно там обязательно быть в ней. То есть надо вот так вот сидеть под водой и тогда рассосутся все спайки. Все. А что тебя беспокоит? Беспокоит, что нет и летающих тарелок. Как? И летающих тарелок. Слушай, нет. Беспокоит, ну ничего не беспокоит. Ну и сейчас вообще все так хорошо, так замечательно. Просто я погружена в антиградационную ванну. И я такая легкая, такая... Сейчас, а как она называется? Гилуроновая? Да. Как правильно? Гилуроновая, да. Ванная. И она меня омолаживает, оздоравливает. Это мы увидим. Увидим. На протяжении. Для этого снимается. Да. И радует. Такое кино. Вот чего я вам желаю. Потому что такой кайф, такой кайф, так хорошо. Водичка и не горячая, не холодная. И мокрая, не сухая. Просто как в утробе матери. Она заряжена чем-то, или разряжена, или... А, нет. Она насыщена, да? О. Вот. Вот я просто улыбаюсь. А это так... В наше время ценность, когда женщина улыбается просто так. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Спасибо за это приглашение. Потому что... Это все, уважаемые подписчики глобальной волны, помогают нам, и вам, и друг другу мы помогаем найти новые формы, новые решения, новые... В эти... Не боюсь, что ушло трудные времена. А какие идеи родились за эти несколько дней? Что ты могла бы выделить раз-два-три, на что обратить внимание? Первая идея то, что мы теперь понимаем, как оформить в общественном движении глобальная волна всех изобретателей, всех ученых, которые до сих пор в одиночку боролись с системой... Мы не боролись, а пытались взаимодействовать. Да. Проходили путь, да... В взаимодействии с чиновниками, с государственными. Вот, то есть мы, мне кажется, услышали со стороны нашей коллеги идеальную совершенно конструкцию, когда все будет намного проще, намного гарантированнее и защищеннее. Имеется в виду насчет изобретений. Это первое. Второй момент то, что... То, что реабилитационный центр медицинский с новейшими технологиями нужен и он будет, потому что, опять же, мы получили колоссальную поддержку Вселенной в этом, в лице... в лице нашей коллеги по глобальной волне, Любовь Александровна, которая проходила уже этот путь и прекрасно знает, как это делается и куда это делается. То есть мы теперь понимаем, что нам помогает Вселенная, это очень дорогого стоит. И третий момент то, что деньги зарабатывать, как фоном говорит Ярослав Старухин, это не такое уж сложное занятие. Как и непросто, как и несложно, просто оно есть и все. И я потеряла мысль, извиняюсь, потому что в теплый день получаю. Посмотри на себя в камеру. Я здесь все, Серега, твои слова переводятся назад, пожалуйста. Расскажи, как ты... Ты помнишь, как ты поправила стих «Вставай в кровь от 500»? Ну, завершая сюжет, ты помнишь стихотворение, ты можешь его прочитать? Вот как на утреннике. Ну, слушай, во-первых, объясни, почему кадр из бассейна. Что это, оказывается, самая максимальная расслабляющая тебя среда. Среда. Да. И это необходимо людям донести, что простые квартиры не подходят для ухаживания за людьми, которым требуются такие сопровождающие средства, правильно? Да. Соответственно, нужны новые помещения, новые возможности. Нужна вода, и вода подогреваемая, потребность электроэнергии, ну и... Да. И еще, совершенно у нас конкретно совпали представление о том, что в таких центрах не должно паться больницами, то есть должно быть максимально напоминающее домашнее условие, комфорт. То есть на стенах обои, на потолках люстры, на стенах, на окнах. Фотографии детей. Фотографии детей, да. Надо распечатать постеры и повесить фотографии улыбающихся детей, такого грудного возраста. Это совет, дорогие друзья. И я в этом сюжете сам себе напоминаю, что надо зайти, не болениться и сделать. Угу. 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 Вот. И... О чем мы? Что ты являешься сейчас разработчиком собственного реабилитационного центра в первую очередь для самой себя. Не найдя нигде ничего подобного, ты это создаешь в тестовом варианте для самого себя, используя всю возможную ресурсность, которая доступна и открывается. Да, мы будем в крану, тогда его делать, мы обязательно всех позовем, пригласим, и у вас тоже будет уникальная возможность получить такие вот, я думаю, это будут смены по 21 дню, потому что меньше смысла нет, больше есть, конечно, смысл, но нет финансов, может быть, поэтому 20 день никаких сделаем. По 21 дню заезда, ну это будет ни санаторий, ни подсанаторий, ни больница, это будет очень правильная, оздоровительная, культура оздоровления, вот как мы решили назвать, с любовью сама культуру, дом культурного оздоровления. Все, что обснято? Да, спасибо. Идет премьера. Жарко, люди прячутся в тени. Женщик Турватов находится вырытый в грунте бассейн. Длина бассейна 5 километров. Выстрел где-нибудь на планете земля бассейна. Длина бассейна. Длина бассейна, громкий. Звук гестолета, мотор, камера. Я сейчас выкрою дверь и под звук гестолета начинаю. Сегодня 24 июля 2012 года. Я сижу в гранитационной без этого смятина аксона. Да, кто еще не знает. Я была больна паркинсоном и аксонатором. Почему была? Потому что... Не потому, что сейчас нету симптомов. Потому что буквально на днях я освободилась от всех блоков, которые привели к болезни. Кстати говоря, попала такая мудрость какая-то на глаза недавно, что прежде чем лечить кого-то, спросить его, готовь ли он расстаться со всем тем, что привело его к болезни. Привело его к болезни. К болезни. Буду говорить чуть-чуть. Так вот, это оказался непростой путь. Освободить себя от всего, что было раньше. Потому что освободить пришлось даже от самых близких людей в мире. Но моя решительность такая великая, что... Я думаю, что все будет в порядке. Просто когда мои близкие люди узнают, что... Я вышла из этой ямы, из этой обы и снова с вами. А сейчас, на самом деле, я сижу в ванной. Антилилизационной ванной. С ванной, которой я прошла два режима обработки. И ставлю эксперимент. Какой такой? Как какой? А вот такой я не ем сейчас таблетки. Потому что... Вспомнила, что Гупье говорил, что... Добавина во мне очень много. А таблетки, на самом деле, не добавляют, например, инисидезитовую. Они просто-напросто меняют среду кислотно-челочную в моей крови. Вот. И... Помню-то об этом я говорю. Я говорю. А что, если пока я сижу в ванной, которая расслабляющая свою семью, чтобы не было больно? Там, если вдруг будет больно. Мы посидим, поделим. Не пропровоцируем. Я не буду беда беда беда. Я пропущу. Один для беда. И посмотрим, как она будет. Два приступа я только что сладила. Сладила. Немножко так... А папа посадила по нему. Пригоняла я. Ну, допустила все с вами. Наберем, сдаваем. Все хорошо. Понимаете? Надоело. Надоело. Все, ты говоришь, что надоело. То есть... Таблетки надоели. Кастрины надоели. Вот настолько, чтобы я могу. Забирайте это все. Не мою. Не хочу. Не буду. Ярослав. 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 Выключи, пожалуйста, пока. Томатор. И... Начинается репортаж с Игорем Гусевым. И в автомобиле, за рулем которого Игорь должен ехать, автомобиль спят котики. Придется котиков сейчас попросить уйти. В84. На Keeping нежнымANS Провернулось. Подписывайтесь на нашей стране. Попaffle в топлив и горя maker не увидел. Томаторнуть,ongoίο. Т when need. ОнAdп ISO 5, мятойтор. Играет музыка Игусев за рулем Игусев за рулем Налево-направо? Направо А там налево? Петропавловскую крепость я снимал Поэтому нужно снять крупные планы Эрмитажа Биржевой мост правда закрыт Как надо к бирже подъехать? Может быть пока мы здесь на биржу Ну тогда надо нам через тот мост Ехать на бирже Хотя с другой стороны Я ее приближать могу Поэтому не обязательно поехали Мимо Эрмитажа Бежит О чем поговорим Ты почитал комментарии Люди пишут комментарии Мы должны их еще раз Прочистить Это так у вас положено? Не знаю Вы не гоните Вы медленно рассказываете Ну что мы сегодня будем рассказывать Что-то я вообще не понимаю Как тут ехать? Петропавловская крепость Да Вот она Виша А я пешком ходил И с набережной там больше конечно снимаешь Чем на автомобиле Ну понятно Автомобиль быстро движет Поэтому Я пешок Продолжение следует... 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 Биржа вся обмотана строительными какими-то сетками или что-то там, ткани какие-то на строительные. Вот Эрмитаж слева. Угу, вот Эрмитаж. Не, медленно, просто медленно. Или о чем, вот можно о чем поговорить. Как мы не видим, какая история. Ну, тут знаешь, что уместно будет сказать? Что у слова Эрмитаж есть как бы перевод. Знаешь что, нет? Нет, нет. Ну, слово Эрмитаж переводится как загородный дом. Смотри, ягуар какой. Аренды на яхт. Слово переводится в Эрмитаж как загородный дом. А загородный дом тоже имеет перевод. Знаешь какой? Пустынь. Еще. Поехали до главного франтона. Какая там композиция. Где главная композиция? Вообще фасад у дворца выходит на эту сторону. Значит, площадь вот эта дворцовая. Отсюда не видно. Я хотел отсюда снять. Что ты хотел сказать? Ну, там композиция, которая... На крыше? Да, да, да. Ну, это, наверное, со стрелки вы там снимаете. Да, со стрелки. Отсюда и не видно. Она скрыта. Вон они сверху сидят. А, вон они. Ага. Что, на стрелку повернем? Да. А что? Готов? А что? Готовhead. Готовング. Готов rever futures. Как раз для нас место освобождалось И вот, дорогие друзья, мы находимся в эпицентре цифровых событий На заднем фоне мы видим трейлеры, телевидение, первый канал Вещает глобальная волна Сегодня многие видели кадры Санкт-Петербурга Прошла репетиция военно-морского парада И мы видим, что один корабль стоит У нас за спиной стоит другой корабль Сейчас я вам его покажу Да, вот Ну, кто телевизор смотрит, подробности видели О чем хотели бы мы поговорить сегодня? Потому что военные события обсуждать мы слишком мелки Для того, чтобы обсуждать то, что происходит Обсудим то, что нам показывает Как говорит Девятов Андрей Петрович Планировщик ничего не скрывает Он все показывает и все озвучивает И мы видим, что на Исаакиевском соборе На Исаакиевском соборе Скульптурной композиции Которая в дальнейшем в истории культуры России И православной христианской церкви Ну, никоим образом не прослеживается В продолжении этих традиций Архитектурно он не христиан Сейчас мы пройдем несколько шагов до биржи И посмотрим, какая композиция И о чем речь, дорогие друзья Какое было мировоззрение людей той эпохи Что позволило открыть эти фонумеры И так, Югер, слово тебе А что сказать надо? Ну, что ты вот видишь на... Диме Барсе Что это за культурный композиция? Ну, это... Я не готов прямо ответить сразу Нет, ну, была версия, что это какие-то технические Там вазы, которые, вазоны там стоят Нет, скульптура мужчин Ну, есть официальная версия Не надо выдумывать Надо просто в скипедии набрать и прочитать За что посетил он отвечает? За какие законы природы? Пошли, пройдем и расскажем Ну, говорят, что Посейдон, Бог Морей Да? Нептун, Посейдон Это, ну, в какой-то там римской традиции Нептун, а в греческой Посейдон Или наоборот Как там правильно? Ну, вот, короче, это Бог Морей Один и тот же Бог Что не в том, что Посейдон Вообще, а Посейдон оказывается Это Бог толщ земных Вот, ну, что это? То есть, понимаешь? Что это? Ну, ты мне дай ответить сначала про Посейдон А ты уже спрашиваешь Я еще не успел ответить Ну, пройдем мило Ну, может, это единая композиция Ну, судя по стилю Единая, да Ну, Посейдон, Морей Посейдон не Бог Морей Вот ты не слушаешь Посейдон Бог толщ земных Толщ земных Толщ земных Буквально никаких не Морей Он может, как бы Из любой толщи земной Сделать море Опустив ее, как бы Появится море Это он? Нет А, может быть, да Это похоже Из какого-то американского фильма Помнишь? Про Джека Воробья Там такой он был Своей легкой руки Ты похож на него Я похож на тебя? Похоже, что ли? Еще поверни Да, да, да Один в один, что ли? Почти Только у него борода У меня волосы, да? Вообще, мне не понравилось Ну, наверное, он и есть Посейдон Видишь, у него этот В руках Что у него в руках? Непонятно, что это, да? Весло Лопата Лопата Может быть, он Вот эти толщи земные Перелопачивает Поэтому и Лопата, скорее всего Видишь, песок Такой лопатой Обычно копают песок Так, смотрим, что это А, знаешь, кто это? Я, блин, вспомнил Кто это такой С этой лопатой Блин, кто же это такой? Забыл Это Посейдон Сто процентов И поэтому Вот наводнение есть В Питере, да? Да Вот это Посейдон отвечает Он может осушить территорию Он может, как бы Смотри, что тут происходит Ну да, карнавал Какой-то, маскарад Ну это какие-то Чукчи там Или я не знаю Бурятки Бурятки? Калмойщики Калмойщики Знаешь? В Булгаме Миру Хочешь сфотографировать? Знаешь, есть В Риме Как он называется? Ярослав Петрович Что в Риме? Ну, в Риме Это овальное сооружение Вот это такое Старинное Там Рыц Эти Бои Устраивали Какие-то там Колизии Колизии, да Вот на него Есть определенные Размеры И форма Кушьев говорит Это магнетрон Так вот Вот эта вот Полукруглая Часть стрелки Васильевского острова Она по размеру Соответствует Колизею Если Колизей Пополам разделить То получается Вот эта вот Пруглая часть Это как будто Крыша Колизея А другая Другая часть Туда должна Продолжаться Ну, то есть Размеры какие-то Везде одинаковые Что Колизей Что стрелка Васильевского острова Случайно что ли Есть какой-то алгоритм По которому Это все Старинное Правильно? А эта биржа Похожа Скорее всего На библиотеку Вот помнишь Дмитрий Янков Там нашел Библиотеку Александрийскую Вот мне кажется Что вот Изначально Это библиотека Про Черное солнце Что ты хотел Рассказать Про Черное солнце Ну, про Черное солнце Помнишь Я рассказывал 8 лет назад уже Что в 2003 году Перевернули Алтарь Как бы Что вы летали Куда-то на вертолете Нет Мы тогда Плавали на Баркасе Куда в экспедицию И выяснилось Что это не трон Который был Перевернутый А это Алтарь Какой-то Древний Восходящее солнце Понимаешь Да И От этого Восходящего солнца В 12 часов дня Лежит Значит Солнечная дорожка Такая Знаешь Так вот Гитлер Расскал этот алтарь На протяжении Очень длительного времени Насколько я понимаю Они так его и не нашли У них Отдел был Анненербы Символом этого отдела Анненербы Было Черное солнце Вообще Так вот Скорее всего Вот это и есть Алтарь Черному солнцу Который перевернув Открыли крышку Пандоры Почему Пандоры Во-первых На спинке этого ключа Перевернутый На спинке этого трона Алтаря Перевернутый ключ Анн Такой древнеегипетский Да Если он в перевернутом виде Значит Это неверное Его положение Значит Это не трон А вот Если его положить Обратно Эту спинку трона На землю То получится Нормальное расположение Ключа И ключ символизирует Что это было Что-то закрыто То есть Другого Символа Как бы Сюда не применить Если было что-то закрыто Значит Перевернув Алтарь Значит Открыли Что-то Правильно Если там ключ Нарисован Да видимо Давно Когда-то Хотели Что-то Закрыть Так вот Рядом На острове В 14-м году Была Скрыта Могила Трехметровая Занимался Этим Царь Николай Лично Привез его На этот остров Гумилев Такой был Ученый Известный Российский Они вскрыли Эту могилу Нашли там Трехметровый Скелет У которого Был На затылке Гребень Золотой Исполненный В египетском Стиле Куда делся Этот гребень Куда делся Этот Это как Пол легенда Но эту могилу Я видел Лично Такая могила Чуть ли не на Двухместная Широкая Такая Трехметровая Но Что интересно В этом Четырнадцатом Году Началась Первая Мировая Война Это Я не знаю Совпадение Или как Это На это Смотрение Так вот Я Начал Проводить Параллели С этим Ключом С этим Алтарем Перевернутым С этой Крышкой Чего Это Быто Ни Было Я Значит Сделал Доклад В русском Географическом Обществе По этому Поводу Что Перевернули Не Трон Поставили А Перевернули Алтар Что Открыли Крышку Крышку Ящика Пандоры Потому Что Скорее Всего Вот Этот Скелет Который Трехметровый Он И был Скелетом Пандоры После Моего Доклада Ко мне Подошла Женщина В русском Географическом Обществе И говорит Игорь Вы Все Правильно Говорите Потому Что Когда Переворачивали Этот Алтарь То Из-под Этого Алтаря Образовалась Черная Гудящая Воронка Инфернальная Откуда Сначала Доносился Какой-то Там Истерический Смех А потом Начали Вылетать Какие-то Черные Сущности И Когда Там Устраивали Торжества Это Вообще Русское Географическое Общество Туда Привезли Девушек Молодых Для Того Чтобы Они Там Хороводы Танцевали Девушки Тоже Непростые Это Там Были Собраны Мисс Санкт-Петербург Разных Годов И Вот Эта Женщина Говорит Что Она Видела Что Все Вот Эти Инфернальные Сущности Которые Вылетели Из Чёрной Воронки Поприлипли К этим Девушкам На спины И Они На пароходе Когда Плыли Обратно Она Видела У всех Этих Девушек Вот Эти Вот Инфернальные Сущности Которые Вылетели Из Этой Воронки То Есть Тут Все Сводится К тому Что Это Была Открыта Крышка Ящика Пандоры Потому Что Обычно Другой Легенды Связанной С Сущностями Которые Откуда Это Вырвались В момент Несанкционированного Вскрытия Так Это Пандора Так Что Самое Интересное Восемь Лет Назад Когда Я Уже Рассказывал Об Этому Началась Война На Украине А Сейчас Хотят Ее Закончить Но Что Самое Интересное У Сдавшихся В Плен Украинских Как Называют Националистов На Многих Частях Тела На Колото Черное Солнце И Становится Понятно Находится Объяснение Очень У Многих Находится Объяснение В связи С этим У Очень Многих На Секунду Подойдем И отойдем Давай 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 Очень Символично Дорогие Друзья Дорогие 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Привет! Далбар Хатун по-якутски 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы вам дарим песню Муслима Магомаева «Море, море» Дорогие петербурцы, эта песня для вас Бог вернулась к товарам чая Песни прибоя рассвет пробудит Сердце, как друга, море встречает Сердце, как песня, летит из груди О море, море, преданным скалам И ненадолго подаришь прибой Море возьми меня с дальней дали Парусовал им вместе с собой Парусовал им вместе с собой Море навстречу их детские сказки, На синих ладонях несет корабли. О море, море, преданным скалам Ты ненадолго подаришь прибой. О море, возьми меня в дальние дали, Паруса малым вместе с собой. О море, возьми меня в дальние дали, Паруса малым вместе с собой. С собой, с собой возьми, с собой. О море, возьми меня в дальние дали, Паруса малым вместе с собой. Попросите. Не разрешают, потому что у них тут другое мероприятие. Не разрешают, а? Говорят, не разрешают, потому что у них тут другое мероприятие. Что споете? Как-то так, другое мероприятие. Говорят, не разрешают, потому что… Еще споете? Ну, не разрешают. Не разрешают? А хорошо было бы, чтобы еще разрешили спеть? Да. Да? Вот о чем речь, дорогие друзья. Что хорошо, чтобы народ просит, а у них тут свое. А не мы. А говорят, не раскачивай лодку. Ну, идите, поговорите. Ну, попросите, мы еще хотим, чтобы он спел. Еще хотите? А я пуском языке. Аааа. Надо искать старшего. Кто старше? Нет. Ну, все. Вот она. Нет-нет, у него кто старше. Скажите, пожалуйста, у вас тут мероприятие какое-то проходит? Да. А вы организатор? Нет. А кто? А кто организатор? Организаторы вот опаздывают. Должны были прийти к началу мероприятия, но его никого нету пока. Сейчас подтянутся, наверное. Смотри, я журналист, представляю проект «Глобальная волна». Сейчас идет съемка, не прямой эфир, но в записи это выйдет через несколько часов. А я вижу представителей народности Российской Федерации. Они доказали, что они профессионалы, у них есть качественный трек. И я как гражданин говорю, хорошо было бы их послушать. Организаторов нету, время пропускается. Если организаторы появятся, они могут выйти в любой момент, то я больше тот диджею. Я понимаю, что делать. Я не хочу как бы рисковать. А вы не хотите рисковать, да? У меня вот 8 часов начала open air. А организаторы прыгают? Я так опоздал. А у вас есть распоряжение, что делать? Вот они не приходят, вы крутите музыку, да? У меня они говорят, приходи, ставь и включай. А они уже там... То есть дискотека? Да. Не, я, смотри, что я фиксирую. То есть организаторы договорились с властями города, что придет диджей и будет что-то крутить. Согласована музыка или нет? Конечно, нет. То есть вот эти треки согласованы. То есть сейчас должен быть военно-морской парад и идет что-то вот такое. И организатора нету. Запомните, Ярослав Старухин, глобальная волна. Организаторы ваши уже ищут вся екатеринбургская, петербургская братва, которая от власти. Которую подставили их. Смотрите, тут, короче, такая система. Я сейчас вам объясню. У нас есть организаторы, которые нам предоставляют технику и договариваются с властями. С первым каналом там, чтобы они не занимали эту площадку. С властями Петербурга. А мы уже, как, ну, мои наниматели, как студия танцев, они берут в аренду аппаратуру и площадку. А, у вас студия танцев. Да. У вас танцы должны быть? Да, да. Ну, ёлки-бар. И вот там, около той колонны уже началось. Если интересно, можете посмотреть там. Там уже народу достаточно много. Там другая площадка? У нас просто турсовка не такая большая и, ну, народ не сразу подтягивается. А там, там уже, наверное, штук, ну, чай к 10 уже танцуют, я думаю, если не больше. А там уже откуда? Там другой диджей? Да, там другой диджей. У нас около каждой площадки всего четыре площадки. Та площадка, а эта площадка, около той колонны с этой стороны и с противоположной. Там вообще буквальные танцы чуть ли не с пяти часов. А, а. Итак, рассказываю, дорогие друзья. Вот я, как менеджер, поглудился в ситуацию. Проводится, это же каждое воскресенье, чтобы люди танцевали. И вдруг народ про инициативу говорит, у нас есть исполнитель. Ну, у вас уже колонки есть и микрофоны есть. Ну, дайте мы, споет мальчик, красиво поет. Нет, нельзя, потому что есть некий организатор, который... Ну, я дал петь. А? Я ждал спеть. Да, ну, одну песню дал. Они просили одну. А еще хотят спеть. Ну, я не знаю, если они ко мне подойдут, то подойдут. Все. Вау, ты герой. Решу еще одну. Спасибо. Я договорился, я договорился. Еще можно спеть одну песню. Да? Да. Да, да, да. Да, да. Точно? Да, да, давай, давай. Якутские, да? Да, да, да. Я сейчас выключил радиопетлю и буду снимать на микрофон, который на камеру, потому что колонки хорошие. Исполнитель хорошо вводит микрофоном. И так женщины просили, чтобы он спел. Пришлось применить весь дар оратора, менеджера, адвоката. И был услышан, дорогие друзья, из этого мораль. Не стесняйтесь, подходите, говорите, стучитесь и будет открыто. Ну, задумайтесь, почему все вот эти вот личности вот здесь вот находятся, дорогие друзья. Не могло же такого быть в крепостном, в крепостническом праве. Синяя вечная, синий лад, это салат. Синяя вечная салата. Синяя вечная салата. Что будешь петь, Андрей? Пойдем талаты дрова. Скажи. Каскелестепталар. Эстрадный. Какой? Эстрадную песню можно петь? Да, конечно. Каскелестепталар. Каскелестепталар. Эээ, холода. В Кремле выступали? В Кремле выступали? Нет? Да. Значит, будете? Да. Конечно, своей легкой руки. Да, 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 да. Да. А, да? Создавайте идею. Давай, давай, давай. Давай. Из этого? Да. Из этого? О-о-о. Поздравляем. Сейчас будут очень красивые песни. Останьтесь танцевать. Красивые песни будут. Я буду танцевать. История Шоукова. На сцену приглашается Андрей Ладожев, студент 4-го курса музыкального колледжа Республики Саха-Якутия имени Анатоль. а графина Дмитриевна Макаровой песня на якутском языке. Перед вами Андрей Ладышев. Звучит песня на якутском языке. Перед вами Андрей Ладышев. Звучит песня на якутском языке. Перед вами Андрей Ладышев. 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 Всем спасибо! Я вот эту экскурсию заканчиваю. Диджей взял на себя риски и самостоятельно дал площадку. Он говорит, что они не подошли ко мне. Мы же подошли, он же песню спел. Он говорит, что они попросили по две. Но мы не хотели так прямо пользоваться доброжелательностью. Низкий вам поклон. Хорошо. Рай на земле можно сделать? Как считать? Можно? Можно, конечно. Отлично. Мы вам позвоним. Хорошо. Ярослав Старухин, меня зовут. Канал Глобальная Волна. Это все выйдет в интернете. И посмотрит президент. Оу, классно. Всем привет! Готовимся к концерту в Кремле. Привет из Якутии! У нас в Якутии столетие образования Якутской автономной Советско-тоссооритической республики. Здравствуйте! 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 Поехали! Поехали! Ну, дорогие друзья, вот так вот неожиданно сюжет с Игорем Кусевым, перерос музыкально-польщикой. Так, ну давайте рассмотрим еще эту скульптурную композицию. Сюжеты сами нас находят, надо только не лениться. Молодцы, а зверь пережил, знаешь, что такое. А там следующая танцевальная площадка. Там мокером собирается. Каждый день. О чем эта композиция? Почему это вот надо? Да. Вот он руку растер над этой территорией. Вон, смотри, у нас у него скрепишь по стороне. Да-да-да, я видел его по стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А, вот. Билетские продажи. Не желаете бы сюда взглянуть? Желаем, когда нас позовут. А мы вас зовем. Приглашаем вас. И платим. И платим? Видишь, у нас тут камеры будет. Да, у вас. У нас это время. Я в Минуте платил. Да. А сейчас мы сняли. Спасибо, сняли. Спасибо. 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 А вот я такую видел. Каракатин. Да, каракатин. Они нам как переправы работают. А теперь он действует для Петропавловской фермы. Там просто мост сломался. Ему так бездовольны. С работу, с работы, с работы. Сейчас спокойно. Нет. 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 Свомертизм. Мы едем пед Clarou. А вот Петропавловский. А вот Петробавловский. Вот. Петропавловский. Петропавловский? Да. Тут просто биржевой мост сразу требуется. И никак не пройдется только если еще обходить миллион лет. Идем на стрелку Васильевского, да? Да, идем на стрелку. Вот смотри, вот стрела, стрела, стрелка, это символ чего? Ну символ, что остро, да? Ну остро, стрелка, это же символ, ну там больше не смысл стрелы, это автриево как-то, да? Так вот, такое слово как остро в, остров, да? Вот этот остров Васильевский, да, у него есть стрелка, то есть остро в, вот здесь. А Васильевский, получается, в Аси Левский. Ну, непростое место такое, знаковое. Нам его, конечно, выдают за что-то там одно, а на самом деле символизм здесь такой интересный. Там Асия, там Восток. Это как получается, знаешь, если искать Гибралтар в пролив, где стоят эти, как они называются, геркулесовые столбы, да? То получается, что вот это столбы, вот эти геркулесовые, потому что это выход в Атлантику. С территории России в Атлантику вот это и есть самый такой, что именно есть выход в Атлантику в России. Ты понимаешь? И здесь стрелка в Аси Левская. И гибралтаровые столбы. Геркулесов, можно сказать, по-другому. А если вернуться к римским аналогиям, то вот это тоже по аналогии с римским сооружением, которое по размеру подходит. Как ни странно. Вообще, очень похоже на амфитеатр. У всех амфитеатров сзади есть такие фонтаны. Что-то здесь было другое, мне кажется. Не просто архитектурный какой-то элемент этой композиции, а это крыша чего-то. Ты ж любишь тем, что там что-то закопано там, что-то под землей. Ну вот, закопана крыша одна. Расскажи про ангелы. Что за ангелы на Исаакиевском соборе? Ну, вообще, мне кажется, что ангелы вообще, это не то, за что выдают нам ангелы. Потому что у нас предки пелазгами называются. В честь аистов. Потому что пелазг – это аист. Так вот, если мы начнем искать, это греческое слово, пелазг, да, аист. Если мы начнем искать еще такие слова аналогичные, мы найдем слово ангел в турецком языке, которое будет переводиться как пелазг. То есть слово пелазг – два значения. Это аисты и ангелы. Ангелы крылатые и аисты тоже с крыльями. Если целый народ назван аистами, вот это же о чем-то говорит? Говорит. Так вот, если в мифологии и в истории мы начнем искать, кто такие пелазги, эти аисты, то мы найдем, что этот народ вошел в историю своими массовыми перелетами. Главный момент, по которому, кроме того, что пелазг дал имена животным, еще они вышли в историю как своими перелетами массовыми. Целый народ перелетал, можете себе представить? И я так подозреваю, что они изображаются с крыльями. Потому что они и есть пелазги. То есть летать мы умели все, только мы об этом забыли. И у пелазгов еще, значит, в их орнаментах везде желудки. Так вот, если вернуться к этому атмосферному электричеству, которое было, как бы, началом этих исследований среди многих любителей этих исторических, античных разных моментов, связанных с технологиями, то мы найдем, значит, очень интересную параллель. Есть такой Юра, не Грагарин, исследователь. Так вот, Юра взял крахмал и активированный уголь в качестве стержня. Насыпал цинковый стаканчик, пролил водой, и этот цинковый стаканчик надо, значит, выдавать 7,5 годов. А у нас есть такой орган, который называется желудок. Он почему-то назван через желудей. Так вот, желуде – это крахмал, там, я не знаю, 90-процентный крахмал. Желуде из одного крахмала и состоит. Вот есть и пиласки, которые летали, обожествляли желуди. Они же, наверное, их обожествляли, потому что они их как-то употребляли в пищу, наверное, правильно? А такой исследователь Пыжиков, он нам рассказал, значит, что русалки на Руси выращивали жемчуг для того, чтобы его есть. И вот эти бобры, которые до сих пор строят плотины, они еще в те древние времена были научены скифскими женщинами строить плотины и помогать им выращивать жемчуг. Для того, ну, бобры помогали, для того и были выведены, я так понимаю, этот вид бобров, для того, ну, или кто они такие, как их, как назвать, как их бобров? Водяные крысы, да? Вот, водяные крысы и были выведены. Слушай, музыка орет громче, чем я говорю. Ну, пошли тогда их пройдем, мы пошли, пошли, шли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Довольно Продолжай Вот смотри, желудок это место для желудей, ну буквально, потому что он назван через всех желудей, правильно? Желудок, правильно? Потом мы знаем, что скифские женщины выращивали жемчуг, 20% продавали, жили в замках, ходили все расшитые жемчугом, а 80% съедали. То есть они как бы продавали всего 20, а 80% жемчуга, который добывали, они его съедали, они его пережигали, делали из него активированный уголь и применяли в пищу. Спрашивают, что странно, да? Это официальная версия. Это такой Пыжиков, он не какой-то там альтернативный исследователь, а он официальный какой-то профессор или академик, он цар своему небесный, но крутой мужик. Я с удовольствием слушал его репортажи. Вот теперь берем, значит, вспоминаем про Юру Негагарина, который в крахмал вставил стержень из активированного угля. И этот стаканчик дал на мокрую 7,5 вольт. Теперь смотрим, что там дальше у нас за желудок для желудей идет. У нас дальше идет кишечник. Да, помнишь кишечник из таких шаров состоит? Да. Вот этих шаров я не помню сколько, но в итоге, если помножить количество этих кишечных шаров, если каждый этот шар занять желудем, можешь себе представить? Вот заряжаем этот аккумулятор, или это такая аккумуляторная антенна какая-то, эфирная. Заряжаем каждый шар желудем с ложкой, или сколько там на желуде надо, активированного угля. И каждый вот этот шар кишечника начинает вырабатывать 7,5 вольт. И если это электростатика, по принципу которого работает гравитация, мы как прилипшие, как бы, понимаешь, ногами, на самом деле мы вниз головой висим. Я тебе уже рассказывал, потому что солнце это яр, а яр это яма как-то, да? Получается, что если солнце на небе вверху, то по сути мы прилипшие ногами вниз головами, правильно? Соответственно, если вот эти 7,5 вольт умножить на количество шаров, получается 127. А я помню, что такое электричество применялось нам в школе, на уроках физики рассказывали, что есть 220, 360, которые применяются. И одно из них 127. Это что, совпадение какое-то? И я так подозреваю, что когда ты заряжаешь эту антенну, то включаются какие-то эфирные крылья, которые, ну, левитация, просто левитация, этих крыльев как бы не видно, как бы, да? Но человек почему-то отрывается от земли, а вот в древней египетской мифологии все, что касается, где крылья, это полет. Ну и у летчиков у всех крылья, которые летают, крылья, это символически как бы, да? Символы же правят миром. Так вот, мы, если начнем подтверждение вот этих моих догадок, или как это назвать, да? Мои догадки, знаешь, кстати, твой этот знакомый, там, такой бывший полицейский, этот, как он? Ай-спикер. Ай-спикер вот этот, да? Он мои интервью, знаешь, как назвал? Он говорит, да пьяный гусев, это я кроме тебя ж никому интервью не даю. Это вот он, Маша, с тобой интервью интерпретировал, как пьяный гусев, что-то ляпнул там в питерской подворотне. То есть вот то, что я вот это тебе годами рассказываю, это он так обобщил, как бы, понимаешь? Пьяный гусев, то, что я вот это годами перелопатил массу, как бы, там, информации. А, ну понятно, ты как про задорного мне не давал, теперь ты про аспика не даешь мне высказаться, да? Нет, я имею в виду, что можно сказать, ну, что, вот я, меня упомянули вот так вот. Да, да, да. Ну, вот мне же личностно, что я все равно, что мы поедем, заедем. Понимаешь, они себе по 100 тысяч сделали подписчикам на каналах, на дрожжах, которые были рассказаны в твоих роликах. Потому что вот это то, что этажи закопанные, там, знаешь, это все из роликов. Своя самостоятельность. У них ничего самостоятельного нет, понимаешь? Я тебе официально могу сказать. Они лазят по этим мусорникам средневековым и выдают это за потоп 19 века, понимаешь? Вот города, всегда у городов были свалки, знаешь, там, которые слоями горшки битые, там, а потом эти мусорники засыпали землей, чтобы они не горели, не воняли, как бы. И вот они их находят под слоями, как бы, земли засыпанных и говорят, что это, как бы, погибшие в 19 веке античные цивилизации, ты понимаешь, которых залил всемирный потоп, короче. И, да, и первые этажи в Питере этот же потоп залил, понимаешь? Да, и все, вот, короче, на эти темы. Ладно, завершай сюжет, на хорошем. Так вот, мне кажется, что вот эти вот корабли, они тоже, знаешь, у нас в сказках корабли были летающие. Да. Там, земля прощает, там, полетел, помнишь, да? Так вот, мне кажется, вот смотри, вот это, знаешь, нос у корабля, как вообще по классификации корабельной называется, вот с таким носом корабль или лодка называется скиф. То есть, это лодки скифов, которые, скорее всего, были летающие, и знаешь, почему? Потому что их вот так вот и замуровали. Их просто не могли, ну, приземлить, как бы, понимаешь? Они вот летали, как бы, они не знали этих технологий, как ее приземлить. И вот, чтобы они вопросом не вызывали, а что это за лодки у вас тут-то в воздухе летят? Их, как бы, спонтом задекорировали в колонны. Потому что другого объяснения у меня нет. Зачем лодки вот так вмуровывать в колонны? Причем это лодки побежденного народа. Вообще, если ты начнешь разбираться, какой символизм несут эти колонны, да? Это вот тот, кто завоевал территорию, он эти лодки вмонтировал в колонны. А судя по лодкам, на самом этих лодках, это скифские лодки, как бы. Так и называются, скиф. Понимаешь? Я так смотрю, скифы все поизобретали. Даже кастрюля, ну, античная, называется скифос. То есть, вот эти кастрюли, в которых мы борщи варим, они изначально назывались скифосами. Потом первые лодки были, они почему-то, эта конструкция называется скиф. Потом вот эти жемчуг добывали и в замках жили. Скифские жены. То есть, тут на всей территории медведей медь научили собирать. Ты думаешь, он в честь меда назван медведей? Он не мед, а мед. Он мед. Их также скифы научили, приручили и научили добывать медь. Понимаешь? Потому что тогда был бронзовый век, медный век. Они, ну, зарабатывали в основном на меди. Как бы, у них все орудия труда были медные. У них все воинские оружия, наконечники стрелки, все было из меди. И вот, чтобы, как бы, облегчить себе труд, они научили медведей. А у него что? У него когти есть, инструменты рыть? Есть? Есть. Он же в берлоге роет? Роет. Это примерно как рыть, добывать медь. Как бы, понимаешь? Потом у него нюх хороший, хороший. Он медный купорос, может унюхать, где медь искать? Рыть, вот это, да, может. Вот он унюхал, своими когтями вырыл, типа, берлогу, набрал мешок меди, прямо ходящий он, ты понимаешь? Вот если бы он был четырехходящий, он бы не смог этот... А он с признаками разумности. В цирке мы можем пойти и посмотреть. Там и на велосипедах медведи катаются, и на самокатах, и даже на мотоциклах. То есть, медведь с признаками разумности. Вот мы вполне можем предположить, что их просто засылали, и давали ему рюкзак, как бы, какой-то. И говорили, вот наберешь рюкзак, вот понюхай, вот таких камней, мы тебе дадим глэчик меда, как бы. И вот они за мед добывали медь, потому что он медведик. Понимаешь? Он знает, где медь, как бы. Это тоже скифы. Бобров скифы изобрели, лошадей скифы изобрели, потому что лошадей диких, я так понимаю, нету. А вот в связи с человеком лошадей есть. Все, поехали. Поднимаем. И вообще, я так подозреваю, что очень многим диким животным просто скифы вводили в ген, в геном, в ген человека, и животное меняло свой геном и поддавалось легче дрессировке. Ну, смотри, бобры, они до сих пор знают, как правильно подгрызть дерево, чтобы оно не куда-то там от фонаря упало. Понимаешь? Надо, чтобы именно вот туда оно упало. И он знает, этот бобер, как это все делать. Понимаешь? Извините, говорят, учено. Динстинкты. Да, но он, этот инстинкт, откуда-то взялся. Они строят острова, они строят целые города, там, знаешь, охраняют там. Вот, из этого мораль, дорогие друзья, что если уж бобры умеют деревья класть куда надо, то мы, вышедшие из рая, уж обязательно вспомним дорогу домой. Ты думаешь? Да. Стоп, снято. Люди задавали вопросы. Что такое Русь? Русь? Всепланетная какая-то Русь. Так вот, я хочу сказать, вот мои исследования, изучение этого вопроса о Руси привели меня к тому, что Русь это не территория. А Русь это народ. Вот есть, как бы, знаешь, можно черных каких-то назвать чернью, да? Вот, например, да, чтобы искать вот этот чернь, да? Соответственно, если есть чернь, значит, есть и Русь, это, ну, цвет волос. Если там стоят черные, это черный, да? Ага. А стоят русы, это Русь. Это народ. Вот Заяц-Русак. Почему он называется Русаком? Не, ну, логично, что название страны по названию титульного народа. Правильно. Так вот, Заяц, почему Русак? Зайцы-Русаки живут на этой территории, где живет народ Русь. Да, вот почему он Русак? Вот, Беляк, Заяц, он Беляк, а Русак, он Русак. Вот смотри, Чернь, Беляк и Русь. Да, это все цвет волос. Вот возьми краску для волос. Там же будет написано цвет Русый. Да? А какой Русый цвет на краске? Это такой коричневый. Знаешь, Каштановый потемнее, светло-русый, вплоть до блондиностого есть Русый цвет волос. Знаешь, что это? Значит, действительно ли древний, настоящий Киев, мать городов русских, есть сегодняшний Санкт-Петербург? Ну, конечно. Во-первых, есть какая-карта, на которой написано Киев. Во-вторых, здесь собор, Иса-Киевский собор. Так? Могила Вещевого Олега, которая непосредственно отношение имеет к Киеву. Тоже здесь, в Старой Гладке. Потом, значит, Киев, если, не помню, в Яндекс.Переводчике, что ли, я переводил. На английском пишется Киев, на английском пишется киф-фу-фу, или на латыни. То есть, перевод слова Киев с русского на английский, или на латыни, я не понимаю, переводится как киф. Да? Две-ф. А киф с одной-ф, это камень. Проверочное слово это в Евангелии апостол был такой, Петр, у которого Иисус Христос спросил, как твое имя? Он говорит, меня зовут Кифа. Он говорит, а как кифа переводится? Он как каменный, он как камень. Понимаешь? Он говорит, значит, будет, будешь Петр. потому что Петр это тоже Петру как камень. Понимаешь? Так вот этот город назван в честь камня, значит, он Киф. Потому что Киев переводится как Киев, он изначально не Киев, а Киф. Да? И здесь все каменное. Все дома каменные. И здесь вот камень, на котором Петр I стоит. здесь каменные везде набережные. И каменные колонны. Здесь все связано с камнем. Да? Так вот, если этот город Киф, и житель этого города, если у него спросить, ты откуда? Он скажет, я с Кифа. То есть получается, что Скифы это жители каменных городов. Как минимум вот этого города жители конкретно этого города Петру, потому что это город Киф. Камень. Каменный. Понимаешь? У скалотов, у скифов самое название было, были скалоты. То есть опять что-то там со сколом, ну, с процессом скалывания связанным. Правильно? А скалыванием обычно обрабатывают камень. То есть скифы это каменщики. И еще у меня есть такая гравюра какая-то древняя, знаешь, где, значит, нарисовано два каких-то инженера или архитектора на переднем плане. Там дальше идет строительство египетских пирамид. Так вот там среди рабочих и один из этих инженеров, которые на первом плане старе античные, как знаешь, они одеты как античные, это все древность какая-то строят пирамиды, тоже один из них тоже скиф. Понимаешь, то есть вот есть гравюра конкретная, где египетские пирамиды строят скифы. Скифы, само название скалоты, то есть они что-то скалывали. Плюс кифа это камень, соответственно скифы это связанное что-то с камнем. потом дальше я не помню рассказывал тебе или нет что у этого города как бы раньше была вообще другая форма это был здесь вообще другой город. Я же тебе про Эрмитаж, что это загородний дом не просто так сказал, это получается окраин, а где тогда центр. А центр у меня есть гравюра где московские ворота стоят на Пулковском шоссе потому что на гравюре нарисованы московские ворота и Пулковские высоты. Если мы сейчас будем стоять в московских ворот то Пулковские высоты где-то за горизонтом за двумя горизонтами потому что 11 километров а до горизонта 5 то есть это два горизонта где-то там их не видно а на гравюре вот стоят московские ворота и ну могли художественно приблизить художники используя я решил знаешь по-другому пойти я начал ехать по этому значит московскому проспекту до того места давай пока не будем ехать дот ты куда-то рубишься я ехал до того места где московские ворота на фоне полковских высот стали так как на этой гранина знаешь где это оказалось это оказалось на том месте где железные дороги вот так сходятся и под ними проходит полковское шоссе и как раз размер куда бы встали московские ворота то есть ворота по идее элемент стены вот в стене чтобы войти на территорию должны быть ворота так вот эти железнодорожные насыпи метров по десять высотой уходящие в левую правую если посмотреть на карте да то они вот так четко симметрично прямо так вот расходится в разные стороны потому так загибаются и симметрично сходятся одна значит к центру сюда одна дорога значит это московский вокзал железная другая варшавский балтийский так вот вдоль варшавского балтийского вокзала раньше до сих пор там идет русло реки лига я так подозреваю что вот эта лига каменщиков в честь лиги каменщиков эта река названа почему потому что это был прорыт канал специально изначально чтобы сюда воду как бы во первых родниковая вода в реке лиги она из родниковых озер сюда дутурговских течет во вторых это был специальный как транспортный канал такой прорыт чтобы из карьера где образовались вот эти родники везли камень для строительства города баржи шли сплошным потоком везли камни 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 то есть ты понимаешь это значит лига была каменщиков каменщики опять кифы опять скифы не факт что везли потому что могли делать полимерные границы если ты просто открыл википедию и прочитаешь это то что эти ничего я не выдумывал это все информация известная из википедии а этот канал он был родниковая вода это стратегически важный объект у него было 36 мостов у этого канала этого реки лиги было 36 мостов я так знаешь предполагаю что истина была понимаешь почему потому что вот это вот канала лига идет вдоль железнодорожного полотна по всей длине это как своего рода крепостная стена которая внутри как бы за стеной получается канал огороженный стратегически важный объект по которому доставляли камень на строительство да я знаю версию что это для подвода воды для магнетрон для выпаривания я не спорю с этим да но что интересно здесь железная дорога здесь железная дорога все сходится значит на обводном канале цент по центру идет меридиан 30 на котором стоит исаакиевский собор это московский проспект помнишь который идет идет нам туда вниз пересечении помнишь я рассказывал одно на питере меридиана с параллелью следующее пересечение через 1054 километров на киеве киев кстати тоже киев опять же можно просто были на пересечении каменные города кифы не только питер был кифом киевом а и кто был но на казацких картах этот киев называется куй или куйова и считается что это была первая столица гуну так вот значит дальше на пересечении константинополь помнишь да а еще дальше на пересечении выпадает утонувшая древняя египетская александрия то есть можно предположить что вот эти перед на этих пересечениях на меридиане стояли просто кифы каменные города так вот если мы возьмем этот московский проспект который по 30 меридиан он четко деле тут эти две железные дороги пополам и московский проспект прям ныряет в эти ворота московские которые должны были стоять в этих ворота где сейчас проходит как бы автомобильная дорога под мостами дорожными то есть очень место прям просится московские ворота туда на место потом значит выше если мы посмотрим мы найдем такую пятиконечную как бы звезду у которой вот этот хвост из крепостных стен то есть это буквально такая классическая цитадель называется такого гигантского размера если циркуль поставить на петропавловскую крепость и линию горизонта 1054 но взять горизонт 1054 помнишь 1054 эти рассказывал что везде присутствуют вот эта цифра 1054 тоскиевская лига ее назвал размер потому что лига это и есть размер она 1054 еще и богиня лига есть вообще лига изображается как полумесяц вот такой есть он на это как поверженная лига и мы если возьмем начнем изучать искать слова лига то мы найдем религия ну религия это о чем говорит что сначала была лига а потом эту лигу превратили ну аннулировали через дороге получилась религия какая-то и вот эта лига она на куполах на всех знаешь такой полумесяца из него крест торчит то есть это о чем говорит что это как были повержена это лига да или из нее возраст но взросло это реновая религия с крестом понимаешь это вот нож проверить символы лиги это такая такая улыбочка и такая душка и знаешь еще есть такое слово в музыке применяется в нотной грамоте легатто знаешь как она обозначается это вот когда-то на фортепенон пианино играешь тебе надо этой рукой как бы но разные ноты как бы сыграть да и вот это легатто которая она нот на грамоте она и на нотных форму она обозначает что левой рукой ты эту ноту нажимаешь а легатто показывают такая улыбочка лига куда показывать какую ноту ты должен этой рукой одновременно ты должен нажать наши слова лига на даже в этом легату потом лиговский проспект есть такой знаешь я так Я понимаю, что, судя по сути, там раньше протекала река Лига, она была судоходная, представляешь, от дома до дома достаточно такая широкая, там трамваи ходят, три ряда движения автомобильного в одну сторону, три ряда в другую, тротуар еще там, тротуар там, то есть достаточно широкая была эта река Лига, наверняка один корабль мог туда пройти, другой обратно как бы, и там, я так понимаю, жили все легионеры. Вот эти легионеры-каменщики, Лига Каменщиков, и самые богатые, как бы, вот эти легионеры там были. Потом у тебя уже есть такой ролик, у меня было такое предположение, что вот Петр Первый как называл Невский проспект? Он называл Невская перспектива, перспектива это что? Ну перспективный проект, понимаешь, ты сначала проект показываешь, что вот в перспективе можно построить где угодно. Такое здание, да? Невский, это значит, ну, Невский новый, да? Нево, как бы, Нева, как бы, да? Или еще был, я не знаю, ну, Александра Невского мы упоминать не будем, потому что другая история, как бы, да? Ну, ключевое слово проспект. Я так понимаю, что если на Невском проспекте ни одного одинакового дома нету, то это был как своего рода рекламный проспект, рекламная перспектива. И все, кто хотел заказать тот или иной архитектурный стиль, они приезжали, это был рекламный проспект, они ходили по этому проспекту, выбирали себе то или иное здание, которое потом эти каменщики, лига каменщиков здесь рекламировала свои достижения, ну, что они могут предложить построить? Потому что мы видим на гравюру, что даже египетские пирамиды скифы строят, они, значит, эти скифы, центром которого являлся этот город Петру, как бы, да, кифы, камень, да, каменный, скалоты, скифы, они здесь вот это показывали, рекламировали, потом ехали и строили в разных уголках мира. Похоже? Похоже. Вот, оспорить можно то, что я рассказал? Вот зрители напишут в комментариях, как это можно оспорить. Все, надо ехать, уже просят подменять. Ну, давай. На дикобраз, подумал гостный. На следующее утро история повторилась. На этот раз ночной гость выпотрошил подвешенный на дерево рюкзак и утащил тушу подстреленного накануне оленя. Не иначе медведь, решил гостный. Попытался найти следы косолапого на земле, но на каменистой почве не осталось никаких отпечатков. Лесоруб особенно не беспокоился таинственными ночными визитами. Человек он был бывалый, охотник опытный. Вечером, готовясь к ночевке, он положил с собой в спальный мешок свои пожитки и винчестер. Решил не спать, подкараулить таинственного зверя и хорошо проучить заучененное безобразие. Но долгое ожидание и трудный день сомкнули веки уставшего лесоруба. Он заснул крепко, без сновидений. Проснулся устман от резкого толчка и в первый момент никак не мог сообразить, что происходит. Лесоруб не лежал, а, скрючившись, висел в своем спальнике. Снаружи раздавалось сопение, спальный мешок слегка подпрыгивал в такт тяжелой поступи. Остману трудно было поверить в реальность происходящего. Его похитили и несут на мощных плечах, как мешок картошки. Стиснутый в спальнике, словно мумия, лесоруб не мог не только воспользоваться оружием, но даже просто пошевелить руку. Перевернули вниз головой и, удерживая за ноги, глубоко спустили вниз, как ведро в колодец. Толчок на землю, мертвая хватка похитителя ослабла, он выпустил свою добычу. Вытаскивая за собой винчестер, лесоруб осторожно выпулся из спального мешка и жадно было дно свежего воздуха. Затекшие ноги, вытекло и послужилось. Остман поднялся с каменного лужа, разнимая ноги, стал неуверенный шаг, огляделся. В предрассветной угле вырисовывались четыре высоких сутулых силуэта с покатыми ключами. «Премь от ребята!» – произнесли за рук ровным голосом. В ответ послышалось неразборчивое дурнотание. Остман передернул затвор винтовки и спросил. «Не кто-нибудь разумительно объяснит, что вам от меня надо? Куда вы меня притащили?» «Премь от ребята!»